Сегодня вся страна отмечает День военно-морского флота. В Северной Осетии тоже прошли праздничные мероприятия. В Майромадаге четыре братские могилы, где захоронено 640 солдат. В Музее защитников Суарского ущелья уже по традиции собрались ветераны, жители района и молодежь, чтобы вспомнить героев. Тему продолжит Сабина Гатагова. С самого утра школьникам рассказывают истории о великих подвигах военно-морского флота России. Майромадаг – это место, где отмечают праздник ежегодно. Здесь, в Музее защитников Суарского ущелья, уже много лет собираются люди, чтобы вспомнить героев. В ноябре 1942 года здесь в Майромадаге шли ожесточенные бои и оборону держали здесь курсанты пяти военно-морских училищ нашей страны. Это курсанты двух ленинградских военно-морских училищ, Ельского, Севастопольского и Каспийского. И поэтому именно автопробег, который берет свое начало с Владикавказа, заканчивается именно в Майромадаге. Всего в Майромадаге четыре братские могилы. Здесь похоронены 640 солдат. В Музее защитников Суарского ущелья находится мемориальное кладбище. Именно отсюда начинают свой путь участники автопробега. Самое дорогое – это, конечно, память, то, что мы можем сделать для тех, кто здесь погиб, это помнить их, то, что от нас зависит. И это нужно не им, это в первую очередь нужно нам, живым и особенно младшему поколению, которое нуждается в жизненных ориентирах правильных. Идея установить на этом месте обелиск принадлежит моряку Эдуарду Мерзатуниеву. Здесь похоронены его боевые товарищи. Каждый год в день военно-морского флота он приезжает в Майромадаг. Позднее, когда он уже начал работать в Бакинском военно-морском училище, он уже привозил с собой курсантов. И летом они приезжали сюда, и целый месяц курсанты военно-морского училища имени Кирова отдыхали здесь в Майромадаге. Они даже жили у жителей Майромадага целый год и отдыхали здесь, свои каникулы летние проводили здесь. Почтить память героев собираются молодёжь и ветераны. Председатель Совета ветеранов Республики Султан Каболов отмечает, праздновать день военно-морского флота следует масштабнее. Сегодня в Осетии предпринимаются серьёзные шаги, делаются для того, чтобы, во-первых, увековечить память всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Точнее, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Независимо от национальной конфессиональной принадлежности, мы увековечиваем память к 75-летию, увековечим и тех воинов Красной Армии, которые свою жизнь отдали здесь, защищая нашу благодатную землю. По уже сложившейся традиции, школьники подготовили для гостей концертную программу, прочитали патриотические стихотворения, а ветераны, в свою очередь, рассказали ребятам истории военных лет. Светлана Пхалагова, Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.